Всем привет! Меня зовут Лера, и я снова на кухне Веджи Ванны, где сегодня мы приготовим спринг-роллы. Спринг-роллы зародились в зиатских странах, есть в кухнях таких стран, как Сингапур, Вьетнам, Япония, Китай, Индонезия. Несмотря на различия приготовления этого блюда, объединяет их одно – это рисовый блинчик с начинкой. Спринг-роллы обычно готовят на Новый год в Китае, а, как мы знаем, Новый год в Китае – весной. И спринг с английского переводится как «весна», поэтому спринг-роллы готовят из первого урожая, который появляется весной, и обжаривают во фритюре до золотистой корочки. Золотистый цвет в Китае обозначает благополучие и процветание. Начинку для спринг-роллов можно приготовить без преувеличения из любых овощей, которые хорошо сочетаются между собой. Они могут быть квадратные, треугольные, прямоугольные, любой формы. Их можно есть палочками, либо руками. Все зависит от вашего желания и от их размера. Они могут быть как основным блюдом, так и закуской. Отличный вариант для детей, если сделать роллы с фруктами, а соус сделать из кокосовой сгущенки. Для приготовления спринг-роллов нам понадобятся рисовая бумага и любые овощи, которые у вас есть. У нас это будут риса салата, авокадо, перец, огурцы, сельдерей, редиска, свекла и морковь. Также мы используем руку, мяту. И для соуса нам понадобится кокосовый сахар, имбирь, соевый соус, кунжут и немного лимона. И кунжутное масло. Мы приступаем к приготовлению начинки и заготовим овощи. Размер нарезанных овощей будет задавать размер ролла. Нарежем овощи примерно 5-6 сантиметров. Есть секрет, как определить, болгарский перец сладкий он будет или нет. Нужно посчитать количество долек. Если долек 4, считается, что перчик женского пола и он будет сладкий. Если 3, он уже будет не такой сладкий. Если у вас есть комбайн, то вы можете воспользоваться им для нарезки овощей. Есть еще одно негласное правило. Твердые овощи мы натираем на терке. У нас сырая свекла, морковь и редиск. Ну что, овощи мы приготовили и теперь самое время заняться соусом. Для соуса нам нужно обжарить кунжут на раскаленной сковородке. За кунжутом обязательно нужно следить и не уходите далеко, он очень быстро начинает гореть. Буквально пару минут до золотистых зернышек. Вот такой золотистый кунжут у нас получился и сейчас мы взбиваем его блендером до кремообразной текстуры. Для того, чтобы лучше взбивался кунжут, используем теплую воду. Залог хорошего соуса это сочетание всех вкусов. Немножко соленого, немножко сладкого, горького и кислого. Поэтому на соусе будет вместо соли соевый соус, острый будет имбирь, сладкий кокосовый сахар и лимон. И не забудьте добавить в конце немного масла. Вкладываем наш лист, посыпаем сверху кунжутом. Берем салатный листочек, я люблю кладывать овощи прямо на салатный листочек. Сейчас делаю ролл с авокадо. Салат, огурчик, авокадо, желтый перец. Также в один слой закрываем его, а наворачиваем бока. Вы можете использовать любые овощи по своему вкусу. Лист рисовой бумаги может стать прекрасным полем для творчества. Салат, огурчик, авокадо, желтый перец. Теперь самое время обмакнуть ролл в соус. Я была рада готовить на канале Veggie One. До встречи в новых рецептах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментарии. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok